только полное посвящение себя Богу является надлежащим ответом на Его милосердие и благоволение к нам. Одним из первых шагов такого нашего посвящения является активное участие, то есть наше участие в жизни поместной общины. Каким же образом нам выбрать правильное служение и какую роль в этом играют наши духовные дарования? Итак, хочу вкратце поделиться, друзья мои, некоторыми мыслями из Слова Божьего. Послание к римлянам, 12 главе, прямо с начала этой главы, апостол Павел говорит о подарённой Духом Божьим церкви, где каждый служит своими дарами. Давайте внимательно чуть разберём конкретно этот отрывок. Он говорит, по данной неблагодати, «Всякому из вас, говорю, не думайте о себе боли, нежели должно думать. Ну, думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил, то есть нам уделил. Ибо как в одном теле, говорит дальше апостол, у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена». Это с третьего стиха он говорит апостол. Обращаясь к римлянам, апостол Павел ссылается на благодать Божью. Апостол призывает иметь правильную самооценку, такую, которая отражает здравое себе суждение, то есть не думать о себе слишком высоко, не быть гордым или надменным, но не думать о себе также слишком низко. Поэтому такое скромное суждение о себе является отражением обновлённого нашего ума. Оно должно опираться на нашу веру, на понимание собственных дорог и на реальность совместной жизни в подместной общении. Далее апостол Павел использует образ тела, то есть организма, чтобы передать единство и, скажу так, многообразие христиан в общении. Сравнение с телом показывает нам, что мы зависим друг от друга и что христианская церковь функционирует благодаря многообразию этих дорог. Эти стихи содержат параллель между фактом, что единое тело имеет много составных частей с различными функциями и многообразием христианской общины, которое образует одно тело во Христе Иисусе. Единым телом, то есть мы христиане, являемся только во Христе. И только во Христе мы становимся единым целым. То есть церковные общины, они не формируются лишь только потому, что в неделю один раз мы сходимся в богослужении, находимся в одном помещении. Они созидаются только потому, что нас объединяет Иисус Христос. Поэтому образ тела важен ещё тем, что Павел указывает на коллективный характер нашего спасения. Именно через общину реализуется благодать Божия. Его дары реализуются. Именно общность противопоставляется разделению, которое господствует, к сожалению, в этом мире, друзья мои. Именно совместное общение является условием праведной жизни и способности приносить плоды Богу. Интересно, что во всех посланиях апостола Павла, где говорится о теле Христовом, сравнение тела употребляется только в сочетании с дарами. Обращали ли вы внимание? Поэтому я делаю вывод, что единство и многообразие тела Христова функционирует исключительно при условии взаимного служения друг другу и другим людям. Поэтому источником даров, единственным источником даров является Бог и Его благодать. А целью духовных даров является созидание церковного общества. и дарование силы на служение. Апостол Павел делает акцент на благодати, как на источнике даров. Ведь только Бог предполагает, что мы будем жить жизнью, зависимой от Него, а не от собственных наших возможностей или ресурсов. То, что мы имеем различные дары, делает нас зависимыми также и друг от друга. Поэтому мы должны знать о себе, кто мы есть, служить друг другу и вносить свой клад в местную общину. Каждый отдельный христианин не имеет всех даров Духа, но община в целом имеет полноту даров, так скажем. Божья благодать сделала апостола Павла именно апостолом. Эта же благодать несёт разнообразные дары членом тела Иисуса Христа. Дары Святого Духа проявляются и применяются в контексте церкви. И апостол Павел с уверенностью говорит о наличии даров внутри общины, которую он, кстати, не основывал, что свидетельствует о том, что дары присутствуют в жизни любой живой поместной церкви, включая сегодняшний день. но они включаются только при живых отношениях между Богом и между человеком, так скажем. Важно помнить, что наша речь идёт о служениях, вдохновляемых Духом Святым, но не о церковных должностях. Послание к Римлянам апостола говорит о семи дарах и призывает их использовать на созидание общины. Этот перечень и другие перечни даров не являются исчерпывающим, так скажем. Исследователи считают, что именно семь, здесь не случайно, вот эта цифра, она символизирует совершенство, соответственно, перечисленные в этом послании дары носят, скажу так, всеобъемлющий характер. И Священное Писание разделяет дары на две группы. Дары речи, то есть это пророчество, это учительство, это утешение, то есть то, что мы говорим. И дары служения, это служение, это денежная поддержка, это руководство, это благотворительность. Мы видим, что в перечне даров отсутствует служение апостолов. Почему? Исследователи считают, что речь в этом перечне даров идет о поместной церкви, а не о вселенской церкви. В каждой поместной церкви есть совокупность Божьих даров на созидание от различных служителей. И духовные дары предназначены для применения и они часть нашего наследия во Христе Иисусе. Дары определяют наше служение. Они указывают на те задачи, которые Бог призывает нас делать. Они ключ к предназначению и смыслу жизни во Христе Иисусе и жизни поместной церкви, и жизни каждого отдельно, те, которые несем служение в церкви. Да благословит вас. Спасибо.